Длившиеся более трех месяцев одно из самых громких дел в Шымкенте сегодня завершилось соглашением судебного вердикта. Подсудимый вор в законе Бондо Струа и Андрей Ли приговор слушали спокойно, порой о чем-то переговариваясь и даже посмеиваясь. Струа является вором в законе, руководил транснациональным преступным сообществом, также является руководителем организованных групп преступных организаций в целях координации преступных действий, участвовал в собрании руководителей в том числе с использованием средств связи, совершенные лицом занимающим лидирующие положения среди руководителей организованных групп. И также он был признан виновным за злостное неповиновение законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения. Ли был признан в пособничестве финансирования деятельности транснационального преступного сообщества. В целом Бондо Струа свой первый срок получил еще в несовершеннолетнем возрасте, затем он был судим еще четыре раза за разбой, наркотики, ношение оружия, кражу в особо крупных размерах. Последний раз Бондо привлекался к суду в Астане в 2014 году за использование поддельных документов и незаконное пересечение границы в 2013 году по чужому паспорту. Он выехал в Россию, а потом в Турцию. Именно в Турции на сходке криминальных лидеров так называемого грузинского крыла Бондо и был коронован статусом вора в законе, а заодно получил обязанности смотрящего за казахстанскими тюрьмами. В материалах дела доказаны три преступных эпизода, когда вор в законе требовал заключенных, отбывающих срок в казахстанских тюрьмах, весьма значительную оплату за обеспечение спокойной жизни на период срока. Причем свои требования он выдвигал по мобильному телефону, сам при этом находясь за пределами Казахстана. Струа Бондо Важаевич был признан виновным по статьям 263, часть 5, 265, часть 1 и 428, часть 1 Уголовного кодуса Республики Казахстан. В общей сложности ему было назначено 22 года лишения свободы с событием наказания в исправительной колонии особого режима. И в его действиях был признан особо опасность в среде преступления. Ли Андрей был признан виновным по статье 28, часть 5, статье 235, прим. 4, часть 1 Уголовного кодуса Республики Казахстан в редакции 1997 года. Ему назначено в общей сложности 7 лет лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима. Сами осужденные виновными себя так и не признали. И сразу после оглашения приговора объявили о начале голодовки. Приговор пока не окончательный.